Так что я всем вам советую перерабатывать нефть, да тем более у вас эшелака не будет, тогда скапливаться в ваших движках, да и энергии вы получите где-то в 3 раза больше. Заливайте только сюда нефть, а вот сюда лаву, и вы получаете топливо в 3 раза эффективнее, чем ваша нефть. И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это уже пятая часть гайда по моду BuildCraft на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы начинаем. И сегодня я бы хотел вам рассказать, как сделать завод по переработке нефти. Я вам в прошлой части рассказывал, как работает теплообменник, и в позапрошлой части я вам рассказывал, как работает дистиллер. А сегодня я вам расскажу, как применить эти приборы и сделать завод по полной переработке нефти. То есть здесь мы с вами будем перерабатывать нефть уже в топливо, готовое топливо, которое у нас не будет выделять никакого шлака. И также шлак мы будем с вами отдельно тоже складывать в нашу цистерну. Этот завод будет выглядеть примерно вот так. Также я провел тут несколько экспериментов и сделал три завода по переработке нефти. Первый завод у нас начинает переработка нефти с холодной нефти. Потом у нас следующий завод есть также с холодной нефти, но потом он ее сразу же нагревает до горячей. И третий у нас уже нагревает холодную нефть сразу же до очень горячей, то есть обжигающей. И в первом случае оказалось то, что если мы с вами будем перерабатывать одну цистерну нефти, то мы с вами получим с нашего топлива миллион двести Майнкрафт Джоулей. Во втором случае с одной цистерны мы с вами получим тоже где-то миллион двести Майнкрафт Джоулей. А в третьем случае, это когда мы с вами будем начинать нашу переработку с очень горячей нефти, то есть обжигающей, мы с вами получим миллион четыреста Джоулей Майнкрафт. Но это скорее всего здесь я немножечко в первом случае налажал, да и во втором тоже, и немножечко ломал цистерны некоторые, в которых было чуть-чуть совсем топлива. То есть скорее всего мы здесь с вами получим одинаковое количество энергии. Но я решил использовать в нашем заводе третий способ. Здесь мы будем сразу же с вами нагревать до обжигающего состояния нашу нефть, потому что это будет наиболее наглядно и более-менее понятно. Кстати, хотелось бы сказать то, что если мы с вами не будем перерабатывать нефть, тогда мы с одной цистерны нефти получим четыреста восемьдесят тысяч Майнкрафт Джоулей, а с переработанной уже миллион четыреста Майнкрафт Джоулей. То есть, как вы можете заметить, здесь разница колоссальная. Так что я всем вам советую перерабатывать нефть, да и тем более у вас эшелака не будет тогда скапливаться в ваших движках, да и энергии вы получите где-то в три раза больше. И для того, чтобы построить этот завод, вам понадобится много цистерн, а именно где-то 20 штучек. Также вам понадобится 3 дистиллера, 15 хэт эксченджера, теплообменника. Также вам понадобится много каменных жидкостных труб, деревянных жидкостных труб. Также вам понадобятся заглушки для труб. Они делаются у нас из структурных труб, мы с вами получим 4 заглушки для труб. Структурные трубы у нас делаются из двух булыжника и одного гравия. Мы с вами получим целых 8 структурных труб. Также вам понадобятся рычаги, движки, я буду использовать только на красном камне, но вы можете, например, запитывать ваши дистиллеры, допустим, какие-нибудь внутренние возгорания двигателями. И также вам понадобится нефть холодная и также лава. Давайте мы начнем постройку нашего завода с цистерн, где у нас будет храниться нефть. Здесь у нас будет храниться нефть. Дальше теперь нам нужно сделать, чтобы наша нефть куда-то выкачивалась. Она у нас будет выкачиваться в хиот-эксченджер, потому что мы будем сразу же ее нагревать до горячего состояния, а потом до обжигающего. Ставим вот сюда деревянную жидкостную трубу и дальше мы ставим хиот-эксченджер. Давайте поставим вот таким-то образом. Вот так, чтобы было наиболее компактно. Кто не смотрел гайд по хиот-эксченджеру, настоятельно рекомендую посмотреть его, чтобы вы хотя бы что-то здесь поняли. Иначе вы просто ничего не поймете и просто-напросто, скорее всего, выключите это видео и не сделайте себе прекрасный завод. Потому что вы в итоге получите в три раза больше энергии, а это довольно-таки весомо. Так, смотрите, здесь у нас будет храниться нефть. Давайте мы сюда сразу же и зальем. Кто не знает, в одну цистерну помещается 16 ведер нефти. Таким образом, здесь у нас будет 32 ведра нефти в двух цистернах. Давайте сразу же мы поставим двигатель на красном камне, чтобы у нас все выкачивалось сразу же. И смотрите, теперь у нас все это выкачивается сюда. Получается, что наша нефть будет течь по вот этой вот внешней трубе. Получается, что да. И чтобы она нагревалась, нам нужно, чтобы по внутренней трубе у нас текла лава. Так, для этого нам понадобится, естественно, поставить цистерну с лавой. И давайте мы начнем ее ставить. Давайте где-нибудь в дите ее поставим. Наливаем сюда лаву. И подводим эту лаву к нашему хиот-эксченджеру, обязательно правильной стороной. И дальше давайте мы поставим наш двигатель на красном камне, чтобы уже у нас выкачивалась наша нефть. Точнее, наша лава. И нефть у нас подогревалась. Так, смотрите, вот у нас идет процесс подогревания. Теперь нам нужно поставить здесь такой же еще один хиот-эксченджер. Давайте мы поставим ее вот таким вот образом, чтобы он здесь был прямо вплотную. Таким образом, вход нашей нефти будет вот здесь вот снизу. Так, ставим нашу трубу. И давайте мы как-нибудь вот таким вот образом, то есть вот так вот, мы здесь проведем нашу нефть вот отсюда вот. То есть у нас здесь будет еще на второй круг она подогреваться. Но здесь, как вы можете заметить, у нас соединяется цистерна. И для этого мы воспользуемся заглушкой для труб. И таким образом у нас здесь не будет ничего соединяться, и все будет хорошо. Так, здесь мы также давайте воспользуемся заглушкой. И вот так вот мы все ставим. Теперь у нас наша нефть течет и будет притекать в наш второй хиот-эксченджер, где мы будем ее уже нагревать до обжигающего состояния. Получается, что вот сюда вот нам нужно будет подвести лаву. Давайте мы это сделаем. Вот сюда вот ставим заглушку, вот сюда вот, чтобы здесь у нас ничего не пересекалось. Также сюда давайте ее поставим. И теперь ставим вот сюда вот, чтобы здесь у нас тоже ничего не пересекалось. Теперь у нас течет лава, вот сюда вот, вот сюда вот, и в итоге протекает наш йод эксченджер. И наша нефть теперь будет нагреваться. Давайте здесь мы закроем вот так, чтобы ничего не бросалось в глаза. И вот так у нас получается, что компактненько наша нефть нагревается до обжигающего состояния. Теперь нам нужно будет эту нефть дистиллировать. Давайте мы сделаем вот таким вот образом. Здесь сверху мы выводим нашу нефть в наши трубы. И давайте вот таким вот образом мы ее подводим к нашему первому дистиллеру. Вот так вот это будет и выглядеть. Дистиллер давайте мы обязательно запитаем. А запитывать его, кстати, нам нужно будет минимум двигателями стирлинга. Поэтому давайте мы их возьмем. И вот так вот давайте мы их поставим с двух сторон, чтобы наш дистиллер работал быстрее. Ставим вот здесь вот где-нибудь рычаг, чтобы он нам не мешался. И здесь давайте его тоже поставим. Все, теперь у нас получается, что дистиллируется наша нефть и перерабатывается в топливо и также в шлак. Так, топливо, если честно, забыл, как это называется. Сейчас я вам скажу. Это топливо у нас называется Distilled Oil. Да, кстати, я вам забыл сказать этапы нашего создания топлива. Давайте я вам сейчас все подробненько расскажу. Вот наша нефть. Мы ее нагреваем до обжигающего состояния и потом дистиллируем. У нас получается Distilled Oil обжигающий и также обжигающий шлак. Обжигающий шлак мы будем с вами складировать в цистерну, если вдруг он вам понадобится. А у Distilled Oil мы будем с вами остужать до горячего состояния и будем дистиллировать в Mixed Light Fuels и также в Dance Fuels. Это все у нас будет hot. Вот. Дальше мы будем с вами Mixed Light Fuels остужать до холодного состояния и дальше будем дистиллировать до газообразного топлива и до Light топлива. То есть это у нас уже будет конечное топливо, которое у нас не будет давать шлак. А у Dance Fuels мы будем тоже просто остужать и получается это наше конечное топливо. Таким образом мы будем на выходе получать с вами три топлива. Это газообразное топливо, Light топливо и также Dance топливо. Вот. И сейчас получается мы это все дело реализуем. Вот мы сейчас получается с вами получаем, получается получаем Mixed Fuel. Вот у нас здесь сверху. И теперь нам нужно будет его остудить до горячего состояния. А вот этот вот шлак, который у нас снизу, нам нужно будет уже выводить. Давайте будем его выводить куда-нибудь вот сюда вот давайте допустим. Давайте мы будем его вот сюда вот подведем. И вот так вот давайте мы просто, вот здесь мы обязательно поставим заглушку, чтобы у нас здесь ничего не пересекалось. И вот так вот мы подводим к нашей цистерне. Здесь у нас будет выводиться наш шлак. Вот здесь давайте мы снизу поставим движок. И вот здесь у нас получается, что теперь выкачивается наш шлак. И все хорошо. И давайте теперь мы будем с вами выводить вот это вот Distilled Oil, который мы будем сейчас с вами еще и остужать. Сюда ставим мы заглушку, чтобы здесь у нас ничего не пересекалось. И ставим сюда деревянную трубу. Далее нам нужно будет поставить киот-экченджер. Давайте мы его поставим вот таким вот образом. Смотрите, сейчас вот просто повторяйте прямо за мной. Вот сюда мы ставим трубу. И таким образом, так давайте лучше вот так вот я встану. Здесь у нас будет входить горячее во внутреннюю трубку. И здесь у нас будет на самом деле идти не вода, как вы могли подумать, а у нас будет идти холодная нефть, чтобы мы меньше тратили нашей лавы. Кстати, у нас здесь уже потратилась вся лава, поэтому давайте мы ее вот сюда вот зальем. Таким образом, смотрите, у нас будет из обжигающего состояния остужаться до горячего, а нефть у нас будет из холодной превращаться в горячую. То есть теперь у нас будет тратиться меньше лавы. И давайте мы сюда подведем, вот сюда вот к низу подведем нашу вот эту вот нефть. То есть здесь мы давайте поставим заглушку, во-первых. Вот сюда мы ставим заглушку. И вот так вот вниз отводим нашу нефть. И сейчас мы ее поню запустим прямо до нашего того хиот-экченджера. И вот так вот мы давайте проводим, вот так вот, прямо вот сюда нашу холодную нефть. Теперь, кстати, давайте мы сюда обязательно поставим к нашей деревянной трубе наш вот этот вот движок, чтобы у нас выкачивалась наша дистиллит ойл. Таким образом, здесь у нас нефть, здесь у нас поступает дистиллит ойл. И теперь у нас все это будет охлаждаться, а нефть у нас будет нагреваться. И нефть давайте мы, кстати, сразу же будем выводить вот к этой вот трубке. То есть из этой трубки наша нефть будет поступать вот в этот вот второй теплообменник. И будет уже нагреваться до обжигающего состояния. И вот так вот мы все это дело соединяем. Но таким образом, чтобы наш завод всегда работал, нам нужно здесь всегда наливать холодную нефть. И пока что все дело у нас выглядит вот таким вот образом. После того, как наш дистиллит ойл охладилось, нам нужно будет, естественно, его перерабатывать в нашем дистиллере. Так, и давайте мы все это дело отведем как-нибудь, нет, давайте не вот таким, а вот таким вот образом. Здесь мы давайте поставим заглушку. И вот так вот. Все, здесь мы ставим наш дистиллер. Теперь нам нужно будет его, естественно, запитать. Запитываем его при помощи наших движков стирлинга. И вот теперь наше дистиллит ойл перерабатывается в миксит лайт фуэллс и также дэнс фуэллс. Дэнс фуэлл мы сейчас будем сразу же остужать. И получается, что выводить вот сюда вот на лицевую сторону, чтобы было удобнее его брать. Но давайте мы перед этим лучше будем остужать наши миксит лайт фуэллс. Сюда мы ставим обязательно заглушку, чтобы здесь у нас ничего не пересекалось. Ставим сюда жидкостную деревянную трубу. И вот сюда вот давайте мы отведем нашу каменную трубу. И теперь нам нужно будет поставить здесь теплообменник. Здесь заново ставим каменную трубу, чтобы здесь у нас все соединилось. И теперь сюда нам нужно будет подвести опять же нашу холодную нефть. Так, давайте сделаем это как-нибудь вот так вот. Вот так, думаю, сойдет. Вот так у нас как раз все подходит и ничего не пересекается. Так, сюда мы ставим обязательно движок, чтобы у нас выкачивалось все. Вот так давайте мы его поставим. И все, теперь здесь будет остужаться наше миксит лайт фуэлл. И получается, что выходить будет вот здесь вот. Теперь где-то здесь нам нужно будет поставить еще один дистиллер, уже последний. И здесь у нас будет как раз таки наше миксит лайт фуэлл разделяться на два других топлива. Так, давайте мы как-нибудь вот так вот все это выведем. Вот сюда вот. И сюда мы ставим наш дистиллер. Вот так вот это будет все выглядеть. Теперь мы дистиллер опять же должны будем запитать. Запитываем его, как и всегда, двумя двигателями стирлинга. И также активируем рычагами. Так, теперь давайте мы здесь на лицевой стороне вот так вот как-нибудь поставим три вот таких вот столбика цистерны. Потому что мы в итоге получаем три вида топлива. И также давайте здесь мы снизу поставим наши трубы. Вот таким вот образом с заглушками, чтобы здесь у нас ничего не пересекалось. И далее давайте мы сделаем вот так вот, чтобы они здесь у нас... Чтобы здесь у них уровни различались и чтобы они здесь никак не пересекались. Вот так вот мы это все сделаем. Теперь смотрите, нам нужно будет вот это вот нижнее топливо выкачивать и верхнее. Нижнее давайте мы будем вот в эту вот трубу выкачивать. Так, вот так вот и сюда ставим мы деревянную трубу, а здесь снизу мы ставим получается что движок, вот таким то образом, обычный деревянный движок на красном камне и теперь у нас получается что выкачивается наше топливо и идет уже в первую цистерну. Далее нам нужно будет выкачивать верхнее топливо, сюда мы ставим получается что тоже заглушку, вот сюда вот и сюда мы ставим жидкостную трубу деревянную и все это дело опять же подводим к нашей другой трубе, вот этой вот которая ведет у нас к нашей вот этой вот цистерне. То есть здесь давайте мы вот так все закроем и вот примерно как-то вот так мы все это дело подведем, дальше обязательно запитываем тоже нашим движком и все теперь получается что наше предпоследнее топливо тоже выкачивается и идет в нашу цистерну на лицевую сторону. Теперь нам нужно будет разобраться с нашим последним топливом, это вот этим вот дэнс фуэл, который у нас сейчас ход и нам нужно будет его остудить до состояния холодной. Так давайте мы как и всегда поставим сюда вниз трубу деревянную и также ее запитаем нашим движком. Движок мы тоже запитываем красным камнем и теперь где-то здесь нам нужно будет поставить хиот эксченджер и давайте где-нибудь здесь мы поставим наш хиот эксченджер. Далее мы подводим к вот этому вот входу дэнс фуэл, а сюда вниз мы подводим холодную нефть. Так здесь у нас получается что холодная нефть превращается в горячую нефть и теперь мы просто эту горячую нефть тоже подводим к вот этой вот общей трубе, где у нас горячая нефть. Здесь мы обязательно ставим заглушку, вот она наша заглушка, чтобы здесь у нас ничего не пересекалось, и вот так вот это все будет выглядеть. И здесь у нас получается, что осталось только отвести к нашей цистерне, вот это вот дэнсфуэл, который у нас стал уже холодным. И все, наш дэнсфуэл перетекает теперь вот сюда вот на лицевую сторону, и теперь нам осталось сюда только заливать лаву, а вот сюда мы будем теперь заливать с вами только нефть. Все, больше вам ничего не нужно, заливайте только сюда нефть, а вот сюда лаву, и вы получаете топливо в три раза эффективнее, чем ваша нефть. Давайте еще раз вам покажу, как это все будет выглядеть со стороны. Вы можете немножечко по-другому это построить, главное, чтобы вы поняли весь смысл этой постройки и как это работает. Кто не понял, советую вам посмотреть сначала третью и четвертую часть, а потом уже как-то строить вот эту вот конструкцию, потому что здесь нужно будет сначала разобраться с механикой теплообменника и дистиллера. А так здесь довольно все просто, главное разобраться. Ну а с вами был Картофан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!